Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой в славный подмосковный город Раменское. Это стадион Сатурн и это седьмой тур Мелбет первой лиги. Это матч, который крайне важен сегодня для всех, кто присоединился к нашей трансляции, для всех, кто выйдет сегодня на поле. Здесь нет никаких сомнений. СК Хабаровск, Сокол, уважаемые друзья, это то, что мы представляем сегодня вашему вниманию. Делайте ваши ставки, уважаемые друзья. Так или иначе, седьмой тур Мелбет первой лиги у нас начался. И начал его Саратовский Сокол с центра поля. Давайте быстро пробежимся по составам, насколько это возможно быстро. Такой радикальный, извини, на самом деле, потому что Корпицкий был игроком старта. Сто процентов момент! И один ноль! Вот это повороты! Это Артем Максименко! Вот она драма, уважаемые друзья, потому что Артем, ну, человек такой рефлексирующий. Человек, который очень долго думал и переживал, почему же не летит-то в этом сезоне у него... Алиев. Неплохо в одно касание, где-то в два касания на коротке, но передача не проходит. И вот шанс для Максименко просто показать свои скоростные качества, пытается он убежать. Беги, его ведь не продавишь! Максименко бьет поворотом! Это дубль! Александр Артема Максименко! Замечательно! Это его сильное качество, получить мяч и бежать! Это то, что любит и умеет! Это то, на чем он вырос, как центральный нападающий Артем Максименко! И это то, на чем... Вот знаешь, в чем он один из лучших в лиге! Сейчас Артем Максименко был во всей красе! Принял, провел мяч, прошел с ним в ногах и дал в дальний! Так, как есть всегда, подача на Гангадзе, опасный момент в штрафной площади. Сокола, удар! От головы игрока Сокола мяч уходит, а пробивал, между прочим, в Садике, да. До чего-то опасного. Чуть назад передача, вот он Гангадзе с мячом перед штрафной площадью, бьет поворотом! Вот он, главный момент СКА в этом матче! И снова обрати внимание, где вынужден принимать мяч? Вот он пришел за мячом! Георгий Гангадзе! Пробил, и кому добивать? Мы понимаем, что даже Харикейн не играет такого опорного нападающего, которого играет Георгий Гангадзе! Вот, пожалуйста, такой гол! Вот такой гол, честно говоря, и ожидал я увидеть Першин. На фарте каком-то мяч к нему отскакивает, и тот, недолго думая, бьет. Кстати, на повторе сейчас наблюдаю, вообще не трогал мяч Гангадзе в этом эпизоде. Все, обе, знаешь, голевую и предголевую передачу на Першина сделали защитники Сокола! От кого это интересно? Защитники Сокола сделали первый и второй пас. Ну, там, знаешь, мяч так быстро перемещался, что, я даже не знаю, шпитальный там подправил. Корабин Владислав Гурджи и Павел Ботов для вас комментируются. Еще раз представимся. Подача, и залетает второй! И залетает второй, и снова мы говорим о том, что это, ну, некое стечение обстоятельств. А насколько же у нас все-таки разные таймы получаются? Если в первой половине игры именно Сокол забил быстро, но это был такой... Павел Ботович Рамазана Гаджимурадова! Будет исполнять все, я думаю, что и стандарты тоже подача от него. Неплохая и вот шаменты! Для македонца. Ну, даже здесь немного не хватило Нихаруса Дики. Вот это был голевой момент по-настоящему. Он переиграл, перевисел, как ты говоришь, абсолютно всех своих конкурентов. Совершенно одинокого футболиста СКА сейчас за пределами штрафной площади. И все! Да, там 20-я, наверное, подача Гоглоева. Все-таки не завершились эти подачи какой-то результативной ситуацией. Количество в качество не перешло, но и мы, наверное, фиксируем то, что ничья – это справедливый результат для этого матча.